Доброе утро всем-всем-всем. Я тут уже устала, себя в порядок привела, а мне пришла смс-ка с новой почты, что пришла посылочка, а также, ребята, вот знаете, я как сейчас в тумане вложу, сейчас выключу чайник временно, расскажу вам. Я утром проснулась, мне пришла смс-ка с Укрпочтой о том, что пришла какая-то посылка и даже было написано, что с сегодняшнего дня идет уже платное хранение этой посылки, и там еще была сумма, что-то 5 с чем-то гривен. В общем, я так прочитала эту смс-ку, да, дальше спать легла. Сейчас мне приходит смс-ка с новой почты, я понимаю, что мне сейчас нужно идти на новую почту, а также мне нужно сейчас зайти на Укрпочту. Открываю телефон, а смс-ки нет, и я не могу понять, она приходила, или мне это приснилось, короче, какой-то бред-бредович. Сейчас попью мой кофе, да, пойду схожу и на новую почту, и зайду на Укрпочту, может быть, действительно мне там какая-то посылка пришла, потому что смс-ки я вообще найти не могу, и я вроде бы ничего не удаляла, хотя, может быть, случайно удалила. Короче, какая-то непонятная ситуация. Выпиваю кофе, топаю за посылками, а потом с Кирюхой, наверное, все-таки я уже не могу, надо все-таки снять челленджи. Кирюха там у меня в бигудюшках, она вчера купила себе бигуди, их сама вчера себе закрутила и легла спать. Вот, поэтому проснется, посмотрим, какая она будет красивая. Просила не снимать ее в бигуди, поэтому делать этого я не буду. Лучше выпью кофе, буду наслаждаться утром. Что у меня тут такое грязное вообще? Смотрю, сейчас солнце светит, и я понимаю, что у меня почему-то над плитой грязная плитка. Над плитой грязная плитка. Вот, смотрите, видите, солнце как раз светит, и видно вот это вот все непонятно, откуда взавшаяся грязь. Сейчас возьму свою классную солнце светку, и попробую я ее это все отмыть. Угу, так она еще не отмывается. Но это краска. А вот это вот можно все ее отмыть. Ну, краску я уже вряд ли, конечно, отмою. А все остальное можно. О, теперь уже лучше, осталась только краска. Ну, так же хорошо. Самые классные солнце, это реально вообще офигенные. Они хорошо вытирают и стол, и жир, и стекла. Почему? Потому что они на спирту, и они просто идеально все вытирают. У меня даже Кира на вот этом столе нарисовала ручкой шариковой, и нарисовала ручкой гелевой. Легко все смылось. Боже, а что у меня там в комнате происходит? Шанти лежит на своем одеяле теплом, а снег сходит с ума, пытается, наверное, достать мячик. Сейчас я ему отодвину немножко диван, пусть туда залезет, да достанет, что ему нужно. О, боже мой, этот снег. Но сегодня уже с утра был спокойный, потому что сел здесь на хлебницу и смотрел туда на улицу, ждал птичку, которая прилетит. Вчера там долго сидел голубь, и они друг на друга смотрели. Сейчас никого нет, и вот он с самого утра сидел здесь и наблюдал, когда же прилетит этот голубь и составит ему компанию. Но голубь не прилетел. А может быть и прилетел, да я просто его не видела. Ладно, ребята, делаю себе мак-кофе, пью и иду на почту. Я уже в путь дорогу, Кирюха еще спит, оставила ей записочку. Доброе утро, я ушла, скоро буду. Я думаю, что я приду, она еще, возможно, будет спать, но не знаю. На улице сегодня такой морозец хороший, но хотя бы все это подсушивает, всю грязь. Не холодно. Первая посылка готова. Сейчас иду на Укрпочту и узнаю, приснилась мне смс-ка или действительно мне что-то на Укрпочте пришло. Просто реально непонятно, откуда я взяла эту информацию, что мне какая-то посылка должна прийти. Сейчас узнаем. Сейчас все узнаем. В общем, на Укрпочте я ничего не получила, значит, мне приснилось, что мне пришла смс-ка, в общем, непонятно. Но мне четко с датой, 8 число сегодня, с суммой, откуда я взяла эту информацию, одна я знаю и не знаю. В общем, иду домой с посылкой только с новой почтой. А что мне там пришло, я уже покажу дома. Это я себе заказывала подарок. Ну, в общем, не только себе и Кирюшке, и себе подарок на 14 февраля. Почему бы и нет? Ну, правда, 14 февраля еще через несколько дней. Но подарок уже у нас есть. Сегодня еще вроде бы брат планировал приехать. Не знаю, приедет сегодня или приедет завтра. У меня накладка идет. Я сегодня записалась к маникюрше. Ну, на маникюр. Вот. И он на 5 часов. А на 7 часов с Кирой ехать на занятия Академия Блогеров. И я понимаю, что я не успеваю и не туда, и не туда. В общем, мне придется что-то отменить. Или просить Кириного папу, чтобы он ее завез на занятия. Потому что по-другому у меня никак не получается. И маникюр хочется сделать, потому что девочка уезжает. И на занятия хочется сводить. И, короче, не знаю, как это все успеть. Все в один день. Еще и тесны какие-то непонятные про смс-ки. Про посылки. Вот откуда она взялась. И причем, понимаете, четко я четко понимала, что это с Укрпочтой. Что посылка даже за то, что она там хранилась. За хранение нужно оплатить. Четкая сумма. Это же надо вот так вот ночами спать. И понимать, что тебе что-то должно прийти, а ты не знаешь что. Ладно. Домой. Смотреть проснулась ли Кира. Или будить ее. Собака уже гавкает. Чего гавкать-то, а? Ничего ты гавкаешь, Шанти. Может, хватит? Может, хватит уже? Так. Кира, видимо, еще спит. А кто-то на меня мявкает. Боже. А я кота забыла на балконе. Выходи. Выходи. Китюня, доброе утро. Кудряшечка моя, просыпайся. Что, снег? Мерз? Мерз, да? Вот так тебе и нужно. Нечего на балконе оставаться. Так, ну что, давайте посмотрим, что мне там пришло. Попробую сейчас открыть самостоятельно. Так. И открываем. Я надеюсь, меня никто не кинул. И там все, что мне нужно. Ух ты! Мне еще и подарок какой-то прислали. Смотрите. Это набор духов. Тут три штуки. Шанель. Все три разные аромата. Класс, класс, класс. И еще один. Еще одни духи. Элизабет Арден Гринти. Это какой-то новый. Я не знаю, даже это я не заказывала. Это просто... Мне пришел пробничек, скорее всего. Сейчас посмотрим. Понюхаем. Ну, такой пробничек. Так, здесь больше. А, еще штуки есть. Ну... Все. Больше ничего нет. Все. Я уже обрадовалась. Думаю, может, еще штука пришла. Так, коробочку можно сюда поставить. Давайте сейчас понюхаем. Понюхаем, понюхаем. Ой, какой приятный запах, кстати. Очень нежный. Очень прикольный. Я такие запахи люблю. Я вообще люблю запахи нежные. Класс. Это мне нравится, этот пробничек. Так, надо запомнить, что это такое. На пробничек этот мне нравится. Очень-очень приятный. А теперь давайте посмотрим нашу посылочку от Шанель. Так. Ну и откроем. Открывайся, открывайся. Ух ты! Так, тут еще и такие немаленькие бутылочки. Смотрите, значит, здесь у нас идет три аромата. Один аромат Шанель Шанс. А, это все Шанс. Только это не знаю даже. Это не знаю какой. Все не знаю какие. Все не знаю какие. Сейчас я вам покажу. Это у нас... Боже мой, как его? Вапорисатер спрей. Тора-тор, тора-тор. Ничего не понятно. Будем сейчас тоже нюхать. Я, по идее, знаю только один вот этот вот аромат. Ну, в принципе, в Шанель все ароматы должны быть хорошие. Смотрите, какие красивые бутылочки. Я не знаю, оригинал это, не оригинал. Просто подарочная коробочка очень красивая. Мне понравилось. Давайте понюхаем. Так, возьмем первый аромат. Вот такой вот оранжевый. И ничем не пахнет пока еще. И даже не работает штучка эта. О! Мне кажется, этот аромат... Даже не знаю. Возможно, подойдет моей маме. А может быть, даже и... Вот сейчас я уже... Какое-то время прошло. И он поменялся. Такой вечерний. Как по мне, так это кажется какой-то вечерний аромат. Так, пробуем вот этот вот. Я надеюсь, они все разные. Так, и этот пробуем. Зелененький. Ой, зелененький, хороший тоже запах. Мне нравится. Такой запах свежести. Я такой тоже запах люблю. Вот этот аромат мне нравится. Не знаю, насколько они будут стойкие. Это я уже проверю во время пользования. Но этот аромат тоже очень хороший. Мне нравится. И вот этот вот. Вообще запаха не слышу. Представляете, в этом аромате я вообще не слышу запаха. А я знаю, что мне когда-то кто-то говорил, что если ты не слышишь запаха духа, значит, этот аромат действительно тебе подходит. Но я практически его не слышу. И мне это, вы знаете, нравится. Очень даже ничего. Сейчас я попробую. Может быть, я на себе его услышу. Нотки. Так. Ну, практически вообще не слышу никакого запаха. Вот этот мне тоже очень понравился. Вот этот вот тоже мне очень понравился. А вот этот запах, ну, скорее всего, не для меня. Он такой более резкий. Вот, скорее всего, он понравится моей маме. Моя мама любит такие ароматы духов. Она любит более такие... Вот он какой-то более... Хотя, может быть, он вечерний. Вот именно вот куда-то выйти, в кафе, одеть маленькое чёрное платье, которое должно висеть обязательно в гардеробе у каждой женщины. Вот, возможно, вот этот запах прикольный. Ну, сейчас, в общем, Кирюшка встанет. Она скажет, какой ей тоже больше понравился. И мы с ней будем потом делиться. И вот этот аромат тоже очень прикольный. Вот так вот сделала нам с Кирюшкой подарок на 14 февраля. Теперь мы будем все ароматные, вкусно пахнущие. И приятно себе делать подарки. Знаете, реально приятно. В общем, я посмотрю ещё, как эти ароматы будут по стойкости. Если действительно они будут стойкие и классные, то можно будет потом заказать ещё какие-то. Это я заказывала на Фейсбуке. Именно там занимается мужчина вот такими вот подарочными наборами. Мне понравился. Я думаю, что... Ой, я уже слышу запах. Запах Шанель я слышу, да. Всё. Я довольна, я счастливая. Сейчас Кирюха тоже проснётся, будет довольная, счастливая. И я сейчас буду Кире делать бутерброды. Я думаю, что на запах икры она быстренько проснётся. Потому что сегодня нам ещё нужно с ней закончить делать уроки, которые она не закончила делать. И... В общем, сегодня какие-то планы должны быть. Знаете, у нас каждое утро просыпаешься, и вроде планов никаких нет. А потом проходит время, и мы сразу же себе находим кучу-кучу разных разностей, интересностей и прикольных вещей. У нас ещё ни один день не был такой, чтобы вот мы практически ничего не делали. А вроде бы говорится, что мы ничего делать не будем. А потом то сюда, то туда, то везде нужно пойти, что-то купить, где-то побывать. Находим себе занятия и развлечения. Это хорошо. Дома сидеть, конечно, классно, но я, например, дома сидеть не могу. Мне надо постоянно что-то делать. Если дома, то даже дома что-то делать. Мне нравится запах. Ребята, реально нравится запах? Довольная, счастливая. Сейчас пойду посмотрю, Кира проснулась или нет. Зачурка, ты будешь просыпаться, Маська? Знаешь, который уже час? Я с тобой сейчас скажу. Уже без десяти-двенадцать. И спит дальше. Я вчера за двух ночи не спала. А, это я просто заснула, да. Кирюха ещё, наверное, не спала долго, потому что я вчера очень сильно хотела спать. Я вчера просто вырубилась и всё. Так, а что у нас здесь тоже? Валяется какая-то штука. Конфеты. Ребята, вы знаете, что я нашла? Я нашла конфетку новогоднюю. Это, наверное, снег откуда-то её достал. Ладно, так. Конфету выбросили. А, ещё у нас вчера отключили воду горячую. Просто взяли и в одну секундочку отключили горячую воду. У меня, когда выходила с собакой гулять, я чувствовала, что с подвала идёт жар, пар такой сумасшедший. И где-то так в голове промелькнуло у меня, что, скорее всего, воду выключат. Но хорошо, что у нас есть бойлер, поэтому я быстренько его включила. И мы теперь уже на бойлере. У нас всё равно вода горячая есть, но теперь уже не государственная, а наша личная. Всё. Всё, я пью кофе свою, допиваю, которое до сих пор не допила. И жду, пока Кирюшка проснётся. А снег всё наблюдает за птичкой. Наблюдательный, наблюдательный. А, она там, кстати, и сидит. Вот, смотрите, сидит птичка. И сидит снег. Бдят друг друга. Смотрите, Кирюшка проснулась, кудряшки свои расплетает. О, слушай, как круто получилось. У меня волосы, вот. Слушай, они высохли у тебя? Не надо феном подсушить? У меня они просто не надо же расплесить. Вот тут распелось, и тут расплелось. Ну, не страшно, я думаю, что ты расчешешь, и будет прикольно. Но посмотри, какие классные. Слушай, Кира, очень круто. Ой, чёлку я зря сделала. Чего зря? Ты сейчас её дочери немножко расчешешь, и она расплетётся у тебя. Я хочу на этом посмотреть. А ты уже телефон? А ты сегодня спала и с телефоном, и с планшетом? Да. Такая, да. Так, а что там у нас? Сзади. Помочь тебе? Нет, не надо. Не надо, всё, я не трогаю. Ну, это тоже не получилось. Вот такие вот покупали бигудюшки. Вчера Кира себе купила. Интересно, они расправятся? Я думаю, что должны расправиться. Расправятся. Расправятся. Купила два себе набора. В каждом наборе, я не помню даже, поскольку было штук, вот такие вот наборы она покупала. Две фиолетовые, две розовые, две оранжевые, две жёлтые. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять штучек. Значит, десять штучек было, и купила два набора, и использовала. Вот видите, вот эти вот остались. Остальные... Большие прятки брала. Большие прятки брала? Смотрите, какие большие прятки. Круто. Ну, я жду, пока ты уже расплетёшься и покажешь, какая ты красавица. Доброе утро. А это я тебе, да, оставила записочку. Я просто уходила на почту, оставила тебе доброе утро. Ушла на почту. Я купила нам подарок, Кира, на 14 февраля. Какой? Сейчас встанешь и видишь, я уже показала, какой. А ну, понюхай, пахнет? Приятный запах или нет? Да. В общем, сейчас спустишься, и я тебе всё-всё-всё покажу. Пошла тебе делать бутрики. Бутрики? Угу. Угу. Снежок, а ты всё наблюдаешь? Да, ты всё наблюдаешь? Так, для бутербродов нам нужно масло. Для бутербродов нам нужна икра. И для бутербродов нам нужен хлеб. Снег, а ты как раз сидишь на хлебе. Ты мне разрешишь взять, Снег? Спускайся, давай. Снег, мне нужно хлеб взять. Снег. Ну, спустись, пожалуйста. Дай. Так, и хлебушек тоже есть. Буду делать бутрики. И кормить Кирюху. Подошла только Шукири, а она кипяток просто. Ты на носки. О-о-о. Прикольно? Да, чёлка вообще прикольная. Будем сейчас мерить температуру. Мам, ты мне носки видела? Води. Носки. Давай. Давай мне лоб. С ледой. С ледой, скинь. Ушкали 36,6. Нет, температуры нету. Нету, я просто тёпленькая. Ну, хорошо. Это хорошо, потому что я уже начинаю переживать. Так, температуры нету. Ну что, ты спускаешься? Мама. Да. Да. Да как я успела? Ты меня зовёшь, зовёшь. Нет, конечно, ещё не сделала. Спускайся, буду делать. Бутерброды, макинюшки, буду делать мамочка. Так. Раз. Два. И три. Первое готово. Второе. Мы берём масло. Всё себе хочу купить масленицу. Но знаете, сколько пересмотрела, куча маслениц. И как-то я ещё не нашла ту, которая действительно вот мне будет нравиться и удобно. Все какие-то вот не очень, поэтому я даже не знаю. Пока масленицу я себе не купила. Может быть, кто-то из вас знает прикольные, классные масленицы, чтобы они действительно были удобные. То я с удовольствием приобрету. Вы только скажите, где. Я пока ещё не нашла того варианта, чтобы мне понравился. И самое главное, вот реально, чтобы был удобный. Потому что каждый раз вот эти вот упаковочки распечатываешь. Ну, как-то так. В общем, видите, как я бутерброды делаю. По-китайски. Если кто-то ещё так же делает, буду готовить. Ставьте лайк. Потом я жду, пока масло немножко подтает. Размазываю его. И уже... А, Кира уже открыла. И уже намазываю иконку. В снег теперь мне нужно положить хлебушек. Да, я теперь его положу на место. Так, и маслице на место. Раз. Мама, я как из девяностых с этой чёлкой. Ну, чёлку надо немножко, конечно, подправить. Нет, наоборот. Наоборот? Тебе нравится? Да, чёлка вообще не нравится. Ну, окей. Раз тебе нравится, то хорошо. А ты так закрутилась? Высоко. Ой-ой-ой-ой. Что такое? Извини меня. Смотри. Ну, сейчас я не могу, да, ещё сделаю кодрики. Сейчас всё сделаю. Это что? И посмотрим. Бутерброды готовы. Теперь чайлёчек ставлю. О, вот ещё чайлка, мам. А ну. Ой, слушай, ну прикольно. Мне нравится, Кирюшка. Реально нравится, как получилось. Только, конечно, вот расчёску я бы взяла другую. Это что? Круто. Только расчёску... Мама! Расчёску я бы взяла не щётку. Что с моей чёлкой творится? Она немножко расправится потом. Апчхи! Апчхи! Сзади, конечно, у тебя одна прядка, наверное, распустилась. Подожди. Да, вот одна прядка где-то. Или две распустилась и немножко не получилось. Треста. Я никогда ещё не была такой. Такой смешной. У меня просто есть подруга с такими кучеряшками, но только у неё кучеряшки вот такие малюсенькие, даже ещё меньше. Она с ними родилась и не может их никогда не ровнять. Круто. Я первый раз так закрутилась. Ну что, идём завтракать. Буська. У меня же телефончик. Телефон, который вот здесь лежит? Я просто слышу звук. Звук слышу? Вот он, Кир. Вот же, вот. А вот, Кира, наш подарок с тобой на 14 февраля. Смотри. Это духи Шанель. Три разных аромата. Мне из них понравилось два аромата. Вау. Угу. Я набрызгалась сейчас вот этим вот ароматом. Вот он. Пахнет? Ну да, я сделала. А ты сначала понюхай все, потом реши, каким ты будешь брызгать. Нет, я именно хочу... Как ты вот так... А, нет, на колпачке, на колпачке уже запах есть. Угу. Я уже брызгала. Потом мне ещё вот этот тоже понравился. А, очень прикольный. Угу. А вот этот мне понравился? Этот, не знаю, я к таким ароматам не привыкла, поэтому этот аромат, может быть, если тебе понравится, ты будешь брызгаться, или, может быть, бабушке Наташе подарим. Он мне очень нравится. Да? Он реально прикольный. Ну, побрызгайся, попробуй. Ну, просто кайфово, мне оно нравится. Да? Ну, возьми, побрызгайся, я потом тебя через время... Я побрызгалась? Побрызгалась, я потом через время почувствую этот аромат, может быть, он мне тоже понравится. А это дали в пробничек, просто в подарок. Мне он тоже понравился. Он такой свежий-свежий вообще, классный-классный. Так что у нас теперь с тобой, Кира, куча-куча духов есть. Грин-ти? Да, грин-ти. Зеленый чай? Угу. Вот, у нас теперь уже просто невероятное количество. Сделай себе чаёчек. Я же вчера чаёчки купила. Я вчера купила чая разного. Тут с облепихой, тут зелёный чай и ещё какой-то. Я даже уже не помню, потому что повыбрасывала упаковки. Упаковки тебе какой делать, Кир? Зелёный? Ну да, я хочу купить зелёный. Так, Кирюшка хочет зелёный. Ой, боже, я надюглась этих духов. А теперь у нас не отходит. Ага. Так, тебе без сахара? Без сахара. С сахара? Угу. На, малышка, насыпь себе, пожалуйста. Оно вылезло, мама. Оно вылезло. Насыпь себе, пожалуйста, сахарочек самостоятельно. Зайка, зачем ложечку? Я ж так... Не-не-не, Зайка, возьми ложку. Я ж так... Так, и чаёк на место. И икру на место положить. Всё, Зая, приятного тебе... Чаепития. Чаепития. Я пойду положу наши духи на место. Значит, все остаются нам. Раз Кирюшке всё понравилось, всё остаётся нам. У меня тут ещё уже куча этих ароматов. Получается, такие вот ароматы есть. Потом у нас есть вот такой тоже очень классный аромат. Мисс Диор. Потом у нас есть вот такой вот аромат. Это мне тоже подарили. Это от Арифлейма. Есть у нас ещё, я себе покупала тоже Шанель. Но вот, кстати, не такой запах, как вот в этих вот ароматах. Он вообще совершенно другой. Но это я на разлив покупала. И они как-то совершенно не такие. А этот я уже даже и не помню, что. В общем, вот такие вот у нас ароматы. У нас теперь духу. Духайся, не передухайся. Или душись, не передушись. Куча, куча, куча разных. Вот этот вот тоже очень классный. Но я сейчас хожу. Вот я сейчас побрызгалась. Чувствую запах. Очень приятный и хороший. Так, всё. Мы с Кирой одушиненные. Не знаю, как правильно. Одушиненные, одуханенные. Все, в общем, в духах. А ну, дай, Кирюх, тебя поехали. Бери ваши. А ну, дай. Убери только бутерброд, чтобы я тебе. У тебя таки у вас как будто не её. А что, я вот здесь не могу. Ой, слушайте, действительно прикольный. Он, знаете, в бутылке не такой был его запах. Тут совершенно другой. Какой-то такой с кислинкой, что ли. Очень мне нравится. В общем, мы всё оставляем себе. Так, кот сходил в туалет. Нужно за ним убрать. И чтобы Кира убрала свою кровать. Вот такое вот у нас сегодня необычное утро. Подарочное утро. Кирюшка уже покушавшись. Наевшись. Ешись. Накрутившись. И вообще шишишся. И снег тоже у нас тут весь в птичках. Ты готов? Вот мы, ребята, будем дальше встречать свой день. И до встречи.